Разборки за школой по средневековым обычаям. В ход идут не кулаки, а мечи в защиту, шлемы и щиты. Дерутся по всем рыцарским правилам, правда не из-за девушки, а на благо фестиваля Владивостокская крепость. Турнир по средневековым боям, по словам организаторов, изюминка этого события. Мы готовимся к командным боям, мы готовим свою команду. В команде важны не только персональные качества каждого бойца, но и командная работа, командная отработка, взаимодействие, знание ролей своих в команде. Это командный спорт, поэтому мы делаем заготовки определенные тактические в поле. Пока спортсмены только репетируют зрителям, они готовятся показать единичные турниры, сражения 5 на 5 и массовые бои, где участвуют по 20 реконструкторов из разных команд. На фестивале средневековые бои не будут просто показательными. Спортсмены готовятся к соревнованиям, в которых примут участие реконструкторы со всего Дальнего Востока, исключая Якутию и Чукотку. Команда-победитель в массовых боях зимой поедет представлять регион в Санкт-Петербург на общероссийские соревнования. Фестиваль в этом году выходит на международный уровень. Наши фестивали посетят реконструкторы из Японии. Рыцарский турнир не только мужское мероприятие, причем девушкам не обязательно переживать за бойцов, стоя поодаль в шикарных платьях. Это на своем примере доказывает участница клуба реконструкторов Ксения Кикоть. Она наравне с мужчинами поднимает тяжелый меч и идет в атаку. Немного страшно. Доспехи из титана мы делаем сами, изготавливаем в нашей мастерской. Что-то заказываем, шлема в частности. А так все сами. Фестиваль «Владивостокская крепость» проходит в нашем городе не первый год. В этот раз не только расширилась география, но и наполнение программы. Вдобавок к боям Средневековья сражения представят реконструкторы Великой Отечественной и Первой мировой войн. Советская армия будет воевать с Японской во время освобождения Манчжурии. Сам фестиваль пройдет 26 и 27 августа на форте Поспелого. Помимо турнира, организаторы обещают всевозможные выставки, мастер-классы и другие мероприятия, рассчитанные на посетителей разных возрастов. Вход бесплатный. События рассчитаны на несколько тысяч человек. Ирина Мокрецова, Анна Рамильцева. Новости на восьмом.